Визит китайской делегации стал ответным. Еще в мае прошлого года в числе 10 регионов России оренбуржцы побывали в Поднебесной, где и договорились встретиться через год, но уже у нас. Мы сегодня готовим подписание соглашений между провинциями китайскими и регионами, в том числе Оренбургской области, с тремя провинциями. Провинциями Чунцин, провинциями Анхой и провинциями Сычуань. Так что же готовы предложить оренбуржцы китайским бизнесменам? Оказывается, область подготовилась к приезду восточных гостей основательно. В портфеле предложений несколько десятков проектов на сотни миллионов и даже миллиардов рублей. Это и растеневодство, и животноводство, и переработка. Например, взять, если глубокую переработку зерна, сегодня у нас есть инициатор этого проекта, Орская макаронная фабрика, то вот этот только проект, он почти 8 миллиардов рублей. Предполагается, что китайцев заинтересуют развитие молочного производства, строительства, кирпичного производства, племенных ферм и так далее. Отметим, что гости также приехали не с пустыми руками. Интересный проект, который китайская сторона предлагает, это проект производства чая на территории региона. Будем смотреть по этому проекту. Интересно было бы подключить китайских коллег к проекту реализации строительства логистического центра на территории нашего региона. Кроме того, если китайцы решат вложить деньги в нашу область, их ждет целый ряд преференций, как в налогообложении, так и в других областях экономики. Но ни одной экономикой жив человек. Пометуя об этом, стороны договорились наладить и культурно-образовательный обмен. Мы планируем в 2014 году разместить свои выставочные экспозиции в провинции Чунцин, в музее провинции, в главном музее. А ждем ответный визит из провинции в наши музеи с экспозициями тоже определенного направления. Сегодняшняя встреча подготовит почву для развития межрегионального сотрудничества. Впоследствии также планируется подписание ряда документов полномочным представителем президента РФ в Привозском округе Михаилом Бабичем и членом Госсовета Китайской Народной Республики, курирующими проект «Волга-Янцзы». Максим Стародумов, Дмитрий Примачек. Новости дня.